Привет всем, кто заглянул на канал и давайте полазим в программе Каскадер бета-версия. Многого тут, конечно, не хватает. Версия не полная, но ничего. Можно тут что-то поэкспериментировать. Так, здесь вот в сэмплах есть полностью модели с костями. Можно их использовать. Здесь, значит, в проектов тоже вот львы, кубы, персонажи. Так, learn, tutorial. Вот эти можно в интернете посмотреть, как что делать. Выберем какого-нибудь персонажа, вот этого давайте. Посмотрим, как он выглядит. Так, вот такой персонаж с костями. Alt-левая кнопка мыши крутит, Alt-правая кнопка мыши отдаляет, приближает и Alt-колесико переносит по экрану. Ну, все, в принципе, стандартно. Плоховато, конечно, через Alt работать. Так, ну это ничего. Так, здесь внизу таймлайн можно вытянуть, можно подтянуть. Здесь сцены в боку можно создавать. Так, следом Alt-левая кнопка мыши. Давайте опустим руки. Выбираем кости, вот я плечевую кость, два раза нажимаем. Появляется вот такая функция, называется она Translate. Клавиша W, чтобы горячие клавиши работали, нужно переключиться на английскую раскладку Shift-Alt. Alt-левая кнопка мыши, Alt-колесико. И опустим E-английскую нажмем и перекрутим вот так вот руки. Так, руки нам надо вверх, не вниз. Будем делать простой прыжок. Так, это вот так, это вот так еще перекрутим и немножко вот так отведем. Ну и эту тоже на плечо нажимаем, перекручиваем. Как-то вот так пойдет. Следом нужно выбрать ноги. W английская, оттянуть их назад. Теперь выбираем два щелчка корпус, чуть-чуть вперед. E английская, чуть-чуть перекрутим. Так, голову можно выбрать и немножко тоже как бы вот так перекрутить. Ну вот что-то в таком духе. Первый кадр есть. Переключаемся теперь на десятый кадр. И чтобы дальше работать, нужно создать этот кадр. Нажимаем английскую F или нажимаем, так Ctrl-Z работает тоже. Вот этот ключ. И создаем верхнюю точку. Короче, блокинг. Выбираем полностью левой кнопкой мыши все кости. W английская переносим вверх. Подтягиваем в верхнюю точку. Выбираем ноги. И вот так все это дело поджимаем. Перетягиваем вперед. Вот такая штука. Так, теперь выбираем руки. Два щелчка на кисть. Alt-левая кнопка мыши. И через shift можно выбрать еще одну руку, чтобы уже две опускать. Alt-левая кнопка мыши. И руки вот так вот опускаем. E английская. Все это дело перекручиваем вот так. Ну и опять же W можно немножко вот так их отвести. Так, попробуем, наверное, вот так вот сделать. Вот эту руку отводим вот сюда чуть-чуть. Делаем E. Перекручиваем кисть. И эту тоже делаем W. Отводим в бок. E. Перекручиваем кисть. Ну что-то в таком духе. Слишком заморачиваться не буду. Так, теперь корпус. И немножко корпус наклоним. А голову немножко перекрутим вот так. Это будет десятый кадр. Ну и двадцатый кадр. Давайте создадим приземление. Так, вот так. Уменьшаем. Alt-левая кнопка мыши. Вот таким вот образом выбираем всего персонажа. Даже не надо всего, наверное. Выбираем сначала ноги. W английская. Все это дело опускаем. Так, создаем опять же кадр. Иначе ничего не получится. Это вот сюда. Жмем E. Перекручиваем тело. Жмем два щелчка к голову. Так, и руки в разные стороны. Так, выбираем руки. W. Alt-левая кнопка мыши. Эту руку сюда. Так, эту руку сюда. И чуть-чуть ее кверху. Вот так вот. Ну и с этой рукой тоже так же поступим. Вот так как-то. Так, и назад. Руки вот так. E. Перекручиваем кисть. Немножко кисть сюда перекрутим. Так, ну и эту руку тоже, наверное. Alt-левая кнопка мыши. Перекрутим. 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 Подкрутим кверху. Ну и теперь делаем E. Так, W. Пардонте. И вот так все это дело. Вытягиваем Alt-левая кнопка мыши. Выбираем всего персонажа. И усаживаем его на уровень пола. Вот сюда. Так, еще пониже. И немножко вот сюда. Так, еще один кадр нужен будет. Это получается нужен нам где-то 30 кадр. Выбираем опять же ноги. Выбираем вот такую штукенцию. Так, F создаем. Опять же кадр. Вот так все это дело подгадываем. W, E. Английское нажимаем. Выравниваем вот эти стопы. Так, теперь. Alt-левая кнопка мыши. Выбираем вот этот позвонок. И немножко перекручиваем. Выбираем голову. Голову тоже перекручиваем. А руки теперь надо W опустить. Вот сюда. Вот сюда. И теперь E. Так, это оставляем. Ctrl-Z. И немножко кисть вот так вот перекрутим. С этой тоже поступим так же. W опускаем. Подгадываем. Е перекручиваем. Опускаем. Е перекручиваем. Вот таким вот образом. Выбираем всего персонажа. W английская. И садим его уже на приземление вот сюда. В правой стороне есть 100 кадров стоит. Ставим 30 кадров. Enter. И поставим. Давайте. Так, сначала посмотрим, как все это дело работает. Так. Alt-левая кнопка мыши. Alt-правая кнопка мыши. Снимаем выделение. Щелчок на рабочей зоне. И просто можно вот так вот промотать. Так. Вот нормально. Чтобы переносить кадры. Зажимаем. Так. Ctrl. И кадр. Колесиком. Так. Зажимаем Shift. Не переносится. Выбираем кадр. Нажимаем Shift. И переносим его, допустим, на пятый кадр. Вот это у нас дублирование идет. А вот этот кадр можно переписать. Выбираем ступни. Так. Немножко вот так. Немножко сюда. И вот так его выбираем. Вниз подсаживаем. И руки немножко можно опустить. Вот так. Теперь вот эти тоже руки опускаем. Е английское перекручиваем. W еще немножко опускаем. Так. Е перекручиваем кисть. Чуть-чуть вот так я тоже выравниваю. W. Руку еще ниже опускаем. Вот это будет нормально. Ну, в принципе, пойдет для понимания. Итак, у нас теперь вот такая вот штукенция. Так. А здесь у нас что получается? 18 кадр. Контрол. Колесико. Это 10 кадр. Вот такая штука, да? Через контрол и колесико выбираем кадр. Нужно его переносить. Так. Ну, вот уже нормально. Так. Здесь 30. Можно еще добавить 25 кадр. Вот этот 25 через контрол и правую кнопку мыши ставим на 25 кадр. И смотрим, что получается. Так. А вот этот 15 делаем shift колесико. Сейчас сначала убираем кадр и дублируем сюда. Так. Что это получилось? Делаем delete. Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Shift Z. Работает. Все нормально. Так. Так. 15 кадр. Вот этот кадр через Ctrl перетаскиваем на 20 кадр. А вот этот дублируем. Делаем shift колесико и ставим на 15. И теперь выбираем вот этот кадр и опускаем его чуть-чуть сюда пониже. Вот таким вот образом. Ну, где-то так, да? Ну, вот нормально. Рассмотрим теперь, что здесь можно сделать. Выбираем. Нажимаем на первый кадр. И левая кнопка мыши вот так вот тянем до последнего. И можно поставить вот в этой настройке. Здесь есть вот безьер. Можно поставить линейное. И здесь стоит сейчас степ. Шаг. Если поставим безьер, вот получается кривая дуга, по которой он летит. Так, как дугу подправить? Так, вот есть кадр у нас. Чуть-чуть его вот так вытягиваем. И подравнивается вот эта кривая. Если поставим на этот кадр, то можно сделать чуть-чуть его подальше. Вот здесь уже пошла путаница. Это вот на этом кадре. Можно оттянуть. Так. Альт. Правая кнопка мыши. Альт. Левая кнопка мыши. Смотрим. Теперь можно добавить именно вот эту вот баллистику. Нажимаем. Смотрим вот эту вот баллистику. Ставим и нажимаем кривую. Так, что получается. Альт. Итак. Продолжение следует... Продолжение следует... Где-то ставить ее повыше диаметр. Теперь что можно? Выбираем ее и вот этот с магнитом снэп-центр привязываемся полностью... Анимацию вот к этой вот кривой, типа к баллистике, к этой привязываем. Смотрим, что теперь получается. Вот такая штукенция. Смотрим. Получается, если мы нажимаем вот эту вот баллистику, вот у нас все красное. Почему? Потому что, ну, чуть-чуть, видать, не та траектория, не та поза. И вот он показывает, что красный наш, чтобы это все дело стало синим. Как все это дело сделать? Да? Нужно нажать вот этот магнит. Привязать снэп-баллистик в ГОСТ. Вот все посинело. Теперь будет все нормально работать. Вот поза к этой картинке полностью привязалась. Вот такая штукенция. Так. Опускаем. И немножко перекрутим вот эти вот стопы. Вот так. Теперь выбираем полностью персонажа W. И опускаем ниже. Ну, вот такая штукенция. Вот теперь нормально. Итак, вот такая программа Каскадер. Если вы будете импортировать FBX, то он не импортируется в бета-версии. Вот анимацию можно вроде не работать. И экспорт FBX сделаете. Сцену если сохраняете, то ZBrush открывает вот этого персонажа любого. А анимацию вот эту он уже не сохраняет. Вот даже Select Object уже Blender, короче, вот это все не открывает. Потому что бета-версия, наверное. Так. Импорт. Импорт. Rig. Импорт. Proto. Rig. Ох, я ты. Ну, короче, вот такая программа. Все. Всем пока. До свидания. Продолжение следует.